Обмен и транспортировка на большие расстояния меди в архаический период Северной Америки около восьми трёх тысяч лет назад считается символом зарождения социальной сложности у индейцев Вудленда. Медь архаического периода из районов Великих Озёр, канадских приморских провинций и Аппалачий часто встречается к югу от Теннесси и на отдельных участках в древних торговых центрах Луизианы, но отсутствуют на большей части юго-восточных штатов. В новом исследовании учёные из США сообщают о находке медной полосы, обнаруженной вместе с кремированными останками минимум семи человек, захороненных в центре кухонной кучи из моллюсков и раковин позднего архаического периода около четырёх тысяч лет назад в прибрежной Джорджии на острове Святой Екатерины. Кухонные кучи представляют собой круговые археологические образования, как правило, из раковин устриц в устьях рек. О причинах их формирования учёные спорят, но, вероятно, они возникали во время пиршеств на ритуальных собраниях или праздничных мероприятиях как символ достатка. Находки кремированных тел и медь ранее не встречались в прибрежных участках Южной Каролины и Джорджии, возможно, из-за повышения уровня моря. При помощи лазерной абляции и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой было определено, что медь была из месторождений Великих Озёр. Эти данные расширили общепринятую территорию обмена в архаический период Северной Америки почти на одну тысячу километров. Медь в сочетании с погребальными обрядами, характерными для Великих Озёр, свидетельствует как о товарном, так и о культурном обмене на большие расстояния, охватывающие огромные восточные участки современных американских штатов и указывает на неожиданную для учёных социальную сложность популяций позднего архаического периода, обитавших в пределах кухонных куч. Эти данные противоречат интерпретациям, которые характеризуют жителей кухонных куч, как простых прибрежных провинциалов, в значительной степени отдалённых от своих соседей внутри континента. Эти суждения основаны на устаревших моделях, которые предполагают, что морская экономика по своей природе бедна и недостаточно стабильна, чтобы обеспечить распространение эмоциональных сфер влияния, их сложность, разнообразие и ориентацию на разностороннее развитие. Однако новые данные согласуются с гипотезами, которые характеризуют жителей кухонных куч, как социальные группы, в состав которых входят зарождающиеся элиты, участвующие в торговле на большие расстояния. Предыдущие исследования, в том числе и в Южной Америке показали, что становление элит в обществе проходило при помощи организации крупномасштабных пиршеств с использованием морских и наземных ресурсов, что в значительной степени повышало статус их организаторов. Пиршество на описываемых территориях включало массовое употребление в пищу моллюсков, преимущественно устриц, раковины которых в процессе и образовывали кухонные кучи. В исследовании учёные предполагают, что обмен на большие расстояния сыграл ключевую роль в зарождении элит, которые обретали, демонстрировали и обменивались социальным капиталом. А учитывая, что медный артефакт был помещен рядом с кремированными человеческими и нечеловеческими останками, можно предположить, что практика обмена на большие расстояния была переплетена с ритуальными обрядами. И зарождающаяся элита могла использовать дефицитные предметы и необычные церемонии для поднятия статуса и улучшения своих позиций в политическом контексте. Помните, как у Михаила Жванецкого в исполнении Аркадия Райкина «Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений». Стоит отметить, что размещение медной полосы среди кремированных останков, по меньшей мере семи особей, из которых некоторые возможно умерли не своей смертью, предполагает, что этот артефакт был целенаправленно помещен в захоронение, вероятно, во время очень заметного события, в котором человеческие тела были сожжены, измельчены, а затем помещены в центр кухонной кучи. Однако, у исследователей мало информации, чтобы делать выводы о том, кто эти люди и почему они были захоронены совместно в центре кучи, вместе с медной полосой, останками фрагментов рыб, карликовых кашалотов, орляковых скатов, оленей, птиц, аллигаторов, а также с каменными инструментами, наконечниками и керамикой. Возможно, это были люди с высоким статусом. Среди находок на участке Макуин на острове Святой Екатерины перво вероятно кремировали молодую взрослую женщину со следами травм. Вскоре после этого погибли шесть других людей, которые также были кремированы и погребены в центре кучи. Эти люди могли быть представителями элит, погибшими и похороненными с почестями, но возможно, что они были убиты по политическим, социальным либо религиозным мотивам. Но здесь также стоит отметить, что в юго-восточной части Северной Америки практика кремаций почти не встречалась у живших там индейских групп, подобные погребальные обряды как раз практиковали жители Великих Озёр. Откуда и происходит медная полоса, это может дать подсказку на то, что захороненные могли прибыть из тех мест на остров Святой Екатерины с коммуникационной и торговой миссией, что и подтверждает способ захоронения в традициях их родины. Радиометрический анализ праха одного из кремированных показывает схожий возраст с формированием кухонной кучи около 4270-3680 лет назад, а прямая дата человеческой кости 4100-3980 лет. Образцы были взяты из фрагментов черепа в двух сантиметрах выше от медной полосы и фрагмента бедренной кости, непосредственно прилегающего к медной полосе. Помимо этого, описываемая погребальная яма содержала значительно большее количество каменных инструментов, в то время как керамика была распространена и в соседних кухонных кучах. А следы высоких температур на каменных орудиях говорят о том, что они находились рядом в процессе кремации. Хоть достоверно личности кремированных людей и причины их смерти не установлены, в целом эти находки имеют важное значение для понимания истории Северной Америки за тысячи лет до Колумба. А медный артефакт свидетельствует о широкой сети обмена уже в те времена, которая возможно способствовала становлению иерархии власти, совместно с масштабными сборами, на которых пиржества и ритуальные действия были обычным явлением, не исключая и казни. С каждым годом мы узнаём всё больше, а также задаём массу новых вопросов на темы древней истории. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе новостей науки в этом направлении.